всем привет сегодня плановый брифинг сегодня наша задача найти актуальные идеи для торговли торговые сигналы обозначить с конкретными ценами входа выхода с приоритетами поработаем сегодня с рынком валют сырья металлов посмотрим bitcoin посмотрим обязательно рынок акции некоторые из интересных моментов и все это запишем давайте начнем с валютного рынка и посмотрим прежде всего на индекс доллара как на показатель силы в отношении основной корзины валют и здесь мы видим что цена приближается к отметке 98 2 98 5 это значение по которым доллар технически может ослабиться за счет чего за счет того что эти зоны они обозначены также на всех тех инструментах на которых вы видите доллар то есть фактически с большинством активов будут совпадать цены предложения либо спроса в зависимости от типа котировки вот мы включаем евро доллар и мы видим что на евро долларе мы уже находимся в зоне спроса это минимумы которые отрабатывали неоднократно и то что на прошлой неделе мы обсуждали модель пробоя и снижения вы видите что она в отработке и здесь я говорил нет смысла закрывать позицию полностью закрывается частично и в дальнейшем цена удерживается на последующий пробой вот как раз откатная зона 1 0 9 50 1 0 8 90 это зона от которой цена может закоррелировано в отношении доллара пойти в рост то есть здесь мы можем увидеть непосредственно движение в ослабление доллара поэтому запоминаем значение понимаем что есть еще потенциал и если вы торгуете краткосрочно то ниже 1 10 могут быть продажи вполне то есть смотрите внимательно ниже 1 10 закрепление часовики и пятиминутки можно искать пробовать продажи но самое интересное это купить все таки 1 0 9 40 1 0 8 90 в этих значениях и опять же это связано с тем что есть потенциал до 1 1070 то есть нужно здесь найти такую позицию которая будет по стопу оправдывать полностью фунт доллар здесь не интересно покупать потому что появилась смежная структура сейчас я объясню с чем это связано пошло сжатие и это сжатие носит характер треугольника при этом мы знаем что из сжатия цена выходит примерно на диапазон первичного движения то есть мы видим что зародилось сжатие здесь соответственно можем понимать что примерно на диапазон этого движения может быть выход от точки пробоя границы поэтому изначально мы если заходим в районе 28 мы сразу же получаем стоп поэтому если вас интерес в продажах то смотрите внимательно на 1 30 если цена подневки будет ниже 1 30 если вы увидите хорошее закрепление часовиков ниже 1 30 то это нормальная структура на снижение относительно роста сказать сейчас сложно он вполне может быть но нет пока точки входа от которой можно отработать точка входа может быть в районе 28 но при этом дополнительные фильтры нужны просто открыться по уровню здесь не получится а вот ниже 1 30 можно открываться просто по уровню при закреплении доллар иена я бы оставил пока в покое ничего интересного и примечательного доллар франк опять же он нарисовал структуру повторно на рост но я не готов у меня стоит лимитный ордер на покупку 95 20 94 30 если кому интересно можете тоже взять себе эту идею в остальном пока я ничего не планирую есть краткосрочный вариант продажи продажи от района 98 50-99 10 98 50 99 10 вот она здесь находится эта зона продажи зона предложения она может тоже отрабатываться поэтому кому интересно тоже записывайте и можно отработать золото у меня стоит среднесрочный лимитник на покупку но очень далеко поэтому сейчас обсуждать смысла золото нет в отношении доллара рубля начинают все-таки расти и зона предложения ближайшая зона от которой цена может откатить это 63 с половиной 64 с половиной зона большая поэтому говорить о том если смысл открываться лимитникам думаю спорный вопрос но от нас в отношении этих значений кто торгует более сдержанно то есть использовать фильтрацию смотрите внимательно на цену 63 8 64 и 3 это недельные значения ну и следовательно можно сделать попробовать если кому интересно шарты шарти 63 9 то есть немножко поднять 63 9 и стоп ставит на 64 и 55 я не очень люблю доллару были его в принципе не торгую но для тех кто пробует можно поработать евро иена интересно посмотрите здесь внимательно берем все чтобы вам стало понятно чем интересно растущий рынок угол движения четко восходящий тренд первичное закрепление можно пробовать шортить вполне то есть мы стоим ниже 120 сейчас ниже 120 цена держится под уровнем посмотрите внимательно можно попробовать рискнуть и шортить там где все покупают да это зона спроса однозначно но в целом структура такая что можно с этим попробовать то есть закрытие дневки подождать либо сразу по часовикам открываться я бы конечно советовал ждать закрытие дневки ниже 120 ну и в общем структура такова что есть потенциал движения посмотрите еще раз внимательно пробивают импульс угол движения меняется попытка вернуться компенсация движения и цена ходит накопление это хорошо если бы сразу закрепилась после такого импульса было бы безумством продавать но так как есть уже накопление и дополнительная подготовка вот эту ситуацию можно проторговать закрытие дневки либо часовики подождать пока еще два-три часа походит ниже 120 обязательно и шортить не пойдет ниже 120 не открывайте вот и все два-три часа подождать посмотреть будет ли она торговаться ниже 120 если будет просто шортить не будет не надо новозеландец стоит лимитник очень интересная идея 63 и 9 63 и 2 зона спроса который можно отработать даже с минимальной целью приоритет один к трем поэтому здесь лимитник стоит это тоже нужно работать сегодня довольно продолжительный будет анализ это связано с тем что я стараюсь отобрать и разобрать для вас как можно больше инструментов доллар канадец я ставил лимитник на 38 33 повторно хотел войти у меня кто помнит была открыта позиция я вылетел здесь по безубытку меня выбило я рано передвинул стоп без убыток но это моя ошибка мог бы получить движение до 31 и 5 и не получил ничего и поставил лимитник на возврате но он не актуален австралиец актуально попробовать минимум кому интересно да он отстает от новозеландца и это плохо если бы они примерно за коррелировано шли было бы интереснее но в целом посмотрите это позиционный минимум 67 и 1 66 и 4 рисково но вероятность отскока очень и очень высокая очень да первичный приоритет он марки то есть если мы сейчас с вами начнем смотреть приоритет он получится один к двум но этого достаточно максимально 14 достаточно один двум поэтому 67 и 1 66 и 4 очень интересно лимитник надо ставить еврофунт не советую не советую все это медь тоже провалилась жестко я есть я не открывал потому что я не торгую себе на такие страшные вещи но провалилась и актив крайне интересны в плане движений в плане работы на нем сложно сказать но в плане движений посмотрите на волатильность 12 процентов просто 12 процентов за 19 сколько дней за 15 дней это очень очень много это космические изменения волатильности при его привычном это аре ничего не надо с ним делать вот нефть это интересно интересно почему потому что идет к 51 если мы увидим закрепление за 51 либо ложный пробой 51 нужно будет открывать сделки если цена будет первый вариант торговаться допустим перед уровнем и потом выйдет за него нужно продавать несмотря на то что первоначальное движение потому что здесь пустота он может валиться хорошо актив если ложный пробой видим покупаем то есть два варианта но они оба очень интересны да может не быть ни одного триггера может цена походить походить и улететь куда-то но если будет триггер вы знаете что делать биткоин пошел в рост как я и говорил единственный актуальный вариант это работать просто пока идет откаты работаете в спрос перестанет идти будете работать по другому то есть иные будете структуры пробовать разрабатывать сложно сказать о среднесрочных вариантах потому что их просто нет это тот инструмент который среднесрочно разбирать я не вижу смысла это гадание на кофейной гуще а краткосрочно просто откаты сейчас пошел в рост смотрите внимательно в районе 9 с половиной десять тысяч возможно этот рост закончится и цена может упасть вплоть до семи с половиной поэтому внимательно наблюдайте и принимайте решение на основе этой структуры кстати гривна доллар гривна падает в отношении к доллару что в принципе резонно и ближайший спрос который есть находится в районе тридцать восемь тысяч вот здесь видите поэтому кто смотрит здесь обратная котировка анализируется на других на других платформах стайки рынок потихоньку начинает откатывать что очень интересно и обратите внимание то что я говорил зоны спроса откатила она и сразу от нее небольшой отскок я бы не ставил на эту зону как на основную если вам интересно купить побольше то есть не краткосрочно смотрите на 300 350 300 вот здесь поинтереснее завалится сюда можно покупать можно покупать основной среднесрочный портфель в районе трех тысяч пока смотрим я кстати на этой неделе буду уже заводить деньги в свой фонд базовый и буду тоже вот эти идеи отрабатывать но уже на акциях не на сивди так и джилан тут у меня и и открылся сейчас покажу это позиционная с 2016 года первичный ретест я решился открыться 15 половиной 13 и 7 да он валится очень резко валится и процентное изменение посмотрите внимательно сейчас я уберу очень большое процентное изменение на падении 30 процентов упало за месяц фактически это очень много и откат может быть вплоть до 25 процентов а может и выше поэтому попробуй минус рынок валится а это валится начало раньше но попробуем ничего страшного запоминайте цены 270 250 там где покупать нужно evi 75 72 edup 310 295 просто запоминайте цены записывать это то где покупать нужно activision 48 44 тикеры у вас есть вверху вот здесь кто не в курсе как найти потом в терминале так crm 160 155 это те цены которые нужны на откате рынка не надо шортить не надо фантазировать не делайте глупости дисней 130 127 отличные варианты ну в принципе в остальном вы сможете по аналогии отобрать вот такие сейчас интересные вещи поторговать есть что и лимитники есть все для вас поэтому не забывайте ставить лайк не забывайте написать комментарий и подписаться на канал партнера и маркет ну и мой можете найти и подписаться всем спасибо за внимание всем пока 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 пока